всем привет дорогие друзья предупреждаю что сегодня будет обычный домашний спокойный семейный влог если вы готовы к этому то начинаем без всяких спецэффектов если собрался сделать вообще куча работы надо разобрать покупки нужно повесить новые стеллажики в ванну так ну а начнем с того что съездили в обе надо было купить новую рулетку чтобы измерять дома что-нибудь потому что когда-нибудь захотим поменять . нужно все замерить и сверло для кафеля потому что у меня есть сверло для кафель но она уже хреновая надо было купить новое чтобы вешать полки в ванную комнату много всего интересного купили здесь целый киевский пакет сейчас разберу еще такую штуку петлю в обе это типа пароочиститель керфер дай сейчас покажу салфетки у них прикольные 4 рублей 30 стоит прям целую пачку чё чё салфетки как интересно но к сожалению это не для тебя давно хотели такую штуку печь чтобы дома чем все это очищать а то как магазин диване насмотришься когда там паром вообще все очищают прям подносишь там и сразу чернота грязь полилась чуть посмотреть подумали лечь прикольно что типа насадка для очистки пол есть сейчас хочу распаковать посмотреть как все работает но вот незадача сейчас что ты всю воду выключили нас и холодную горячую а сюда нужно вот заливать она нагревается соответственно паром все очищает диски там характеристики есть я так понял чем больше квадратику зачеркнут тему круче но уверенно середина здесь готовность за три минуты 3 бара давления и на 200 миллилитров понял баб открою иногда хочет так поснимать видео чтобы не особо заморачиваться без спецэффект там без красивых кадров тебе хочется посмотреть давай станешь папа давай танцуй 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 испугался равновесие хорошо держит тебя давай откроем опа нам даже гарантийный талон заполнили так это нам не нужно инструкция щетка тема как типа пылесос только наоборот у просто то пар дает обратно ничего не всасывает щетка прекрасно которую отсюда пар и сверху от этого четко крепится полотенце смотри как прикольно целый бар сеточка такая вот это черт кривая тема ведь такая тоненькая конечно насадка комплекте еще одна маленькая тюбань ты главный распаковщик я смотрю все интересно как всякие штуки штуки о такая вот насадочка чтобы можно было компьютер почистить там телефон вон я шучу такой тонкий обычная щёточка рука самое главное такой тяжеленький точнее даже провод тяжелый свой сколько провода сама тема нажимаешь все работает я пока собрал залить его не могу потому что не знаю почему отключила все еще вот видимо что там делают не горячий не холодно нету напоминает мне это один мультик раньше был там еще и седрик был вот у них нас и такие были кривые маленькая насадочка при помощи которой можно первым между кофем где-то на кухне что-то протереть паром я не помню как ты не утина история хрен знает но седрик его звали точно посмотрим что там в икее было купили такой прикольный типо дозатор для мыла деревянный штуку для мыла деревянную то конечно плохо что снизу ничего не закрывается мол конечно будет капать но зато выглядит красиво вот что я давно искал ящики чтобы разобрать мне мои провода знаете где нашел в детском отделе так еще всякие этим батарейки венчики в детском отделе смотрите что будет хорошо вот эти вот ножки которые на одной они вставляются в другую получается можно защелкнуть они все будут три вместе чего не иди сюда давай скорее давай смотри давай давай скажи хорошо или нет открывается здесь я сверху их пишу то есть я буду знать где какой кабель лежит и для чего он то есть пример здесь для часов здесь для телефона здесь для чего-то еще и вот три таких ящика потому что не знаю не могу ничего делать у меня очень много таких проводов и они все смешиваются в одну такую хрень я понимаю есть у вас не очень много проводов у вас такой проблемы нету но я все стараюсь правда класть в одно место чтобы они нигде не валялись получается такая хрень мед соответственно надоело я искал как решить это нашел в детском отделе реки чудеса этими займусь немножко попозже купили такие ванну подставки как раз бог вешается со всякие шампуни мыло и все остальное можно ставить две штуки сегодня буду меня так вот у нас сверло новое как раз для кафера чтобы три штуки повесить потому что старое сверло нет это не она где ты уже не взял ладно вот дрель самая обычная дрель прикиньте и самая лучшая покупалась в обе 4 рублей за 350 работает до сих пор очень безотказно ударная а это шуруповер скилл какой-то называется она уже настолько старая она уже все отсверлила решил заменить не знаю зачем он нашел чтобы вам показать откручиваем ставляем новое выглядит как узи какой-то смысле оружие нифига что тут такой большой сверлил уже не помню хороший дрель там знаете стоял перед выбором нужно было что такую маленькую штучку присверлить заехали а потом понятно сколько дрель если там 5 6 дороже я чуть подумал блин было за 350 рублей вообще прям удивился в итоге думаю ладно для одной дырочки хватит потом маленькой оказалось может вообще сверликать все делается вот эту штуку просто старую надо менять она видимо к это хреновая тоже ведь с державчины пошла все к счету убираем был бы конечно идеально чтобы отверстия подходили под новые но в этом я вообще не уверен другой стороны тоже такая весело мы ее уже давно выкинули но сейчас обновим туда-сюда повесим честно такого освещения что я у вас дома чем делаю ну потому что это уютное такое семейное домашнее видео вот я на это надеюсь отлично неудобно отсюда быстренько наверное вас положу то неудобно сверить одной рукой так остался это делал собрать люблю собирать икея у них так что просто как лего для взрослых собираешься по инструкции простец к вращение ржающей стали вот этим не должна ржаветь стоит 1000 рублей точнее нет 990 ты что-то пластмассовую здесь отсюда все капать будет хорошо мы основание металлические он сейчас соберу красиво такая переместился более удобный место что все это дело собрать кучу винтиков но и таких непонятных переходничков сейчас буду собирать в принципе сразу же видно что по размеру сюда это нихрена не подойдет то что здесь надо рядом все сверлить но окей жаль вот что означает не стандарт икея сейчас две новых штучки просверлю просверлился дырки еще на самом деле у меня руки растут не из того места самую простую работу я могу сделать но на что-то больше я потом знаю что это не моё по чуть-чуть пробую сейчас гибель добью и будем прикручивать здесь проблема в чем глубина она сама упирается в бетонную стенку здесь кафель плюс там по моему этот такой зеленый не помню называется материал из которых стенки делают попробую насколько он забьется все сейчас придется откусить вот этот шуруп слишком длинный он туда не залезет потому что дюбель получается где-то наверное вот настолько откушен сюда часть войдет надо поменьше найти после одну сторону я уже привесил получилось так красиво что старые у меня дырочки они находятся вот здесь вот их сейчас закрывает вот эта вот часть но все новые просверлены и старыми этими шурупами закрутил то здесь они вошли идеально а на ту сторону нужно найти просто их немножко поменьше выбор большой нужно только отыскать нужное хотя можно и таким прикрутить как раз маленький и шляпка у него есть на это в принципе вообще это не нужно вот такие обычные нашел хватит мы пойдем закручивать круто целая зимняя куртка поместилась вот так вот как это упаковано герметично как колбаска ну вот все готово теперь можно сюда что-нибудь поставить и хранить замечательно слева и справа кстати вот в икеевке что хорошо еще снизу можно идти эти мочалку повесить а то на прошлом с нельзя было крутотень купилища в икеа пакеты которые типа вакуумные теперь вот будем ставить большая курс какая до хранится вот так вот неудобно а сейчас мы положим вакуумный пакет и воздух оттуда высосим наконец-то воду дали все залил тогда включаю зеленым горит когда будет готова красным загорится можно будет снимать с предохранителя и паром прям отсюда вывод ну пыхать короче очищать чума дальше запаковываешь сверху зиплок такой штучки проходишься чтобы не было бы как пещерные люди да ну смотри какая она большая не придумаю это правда куда да как не заливишь и берешь нормально просто просто прижимая держи вот такой зимних куртки будешь ходить не фокусирует опа все все запахуем не беспокойся пошли дальше чем делать протестировал немножко в в данной комнате этот отпариватель и прикольно остался научиться им пользоваться нормально так извините просто эту воду только дали еще не успели помыть еще вот так всегда зеленым горит изначально здесь водичка сейчас водичка закончится будет пар можно так пасут просто мыть так сейчас вот вот так вот так должно быть о чистый пар супер здесь точно справиться я уже с этой стороны попробовал вот короче загрязнение так немножко паром побрызгал потом протираешь ну чё так прикольно вроде все очистил быстро еще одна задача то что мы может быть скоро будем менять шкаф я хочу туда подсветку сделать ну сады просто обычную подсветку который чтоб сверху шкафа было то может внутри шкафа она икея любит это но проблема вся в том что блин здесь нет ни одной розетки чтобы туда кинуть от лампы не пойдет потому что она вот здесь вот замыкается размыкается там ничего хорошего не будет либо первый вариант ввести отсюда куда не кабель либо вниз вот так вот так по всему вот этому так бесполезно прошла и вот сюда вот и наверх или второй вариант ввести отсюда только не знаю вниз понятное дело можно в коробочек закрыть ну короче либо здесь будет такой коробочек вниз и вот здесь вот сюда наверх или наверно может быть так проще будет вот здесь вот коробочек вниз и придется ввести ввести под этой штукой тоже через верх вообще никак не сделаешь здесь не хочется ничего снимать слишком сложно лампу может быть поменять либо еще один вариант тоже еще один геморройный отсюда провод вниз здесь вот здесь вот и он туда наверх вот думаю что делать наверное все таки самый короткий вариант отсюда вниз здесь такое маленькое расстояние там в этот принцесс убрать здесь уже будет кабель наверху наверное так решил делать все таки отсюда у меня есть наконечник я думаю что провод я могу сюда под этот наличник запихнуть вот на провод вот здесь его выведу такой отрезок будет виден а дальше он пойдет там под наличником его немножко отогнуть и туда пробовать запихнуть дальше здесь встречаться в этот принцесс так очень часто бывает когда снимаешь промо эфире и слова путаешь но все-таки видеоблогер должен работать на своей речи и это делаю все тут попутно начали транслировать венгрии португалия ну здесь конечно болею за португалию домашний блок продолжается думаю что делать здесь розетка тут выключатель наверное местами поменяю потому что буду подключать к розетке вот сюда попроще будет просто местами махну их выключатель будет здесь от розетки провод пойдет вот сюда как и запланировал все делаем документы предъявляем я буду розетка включать на одном конце но потом уже в самом конце буду там все подсоединять но как все получится потом уже буду под конец все это укладывать как раз в принтус хорош эти розетки или grand прям самого детства почему-то знаю что-то нехороший опа вот она но что-то не хочет открываться вот все подключим хорошо что вот эти все идут в комплекте это нужно для того чтобы питание подводится к одной розетки и из одной розетки во вторую дать питание таким вот образом вот так сейчас просто не очень удобно снимать я поменял местами и пришлось розетку она стояла горизонтально пришлось ее поставить вертикально потому что подключаются провод вот так вот снизу а выходить на должен суда сейчас это красиво подвину закреплю сверху это все сделаем и дальше вот провод но как я и говорил он так немножко в бок будет и дальше под вот этот наличник а на конце у меня уже есть розетка проверил все отлично работает поведем ее туда вот наверх вот туда наверх и к новому шкафу на будущее теперь самое интересное нужно немножко отогнуть этот наличник он ведь прибит вот здесь вот вроде сбоку привет размылина илюха и сбоку он чуть-чуть вроде как можно его отогнуть сейчас попытаюсь чтобы довести провод до низа но кстати при будущем ремонте такие обои вообще брать не будем потому что они вроде прикольные были но мы не знали что они видите как прям чуть-чуть где-то зацепишься они прямо так вот отлетают такие мягкие а на самом деле получилось хрень ну ладно давно было до венгра вообще молодцы уже 21 красавцы но болею за порогали вроде как а меч меч мать что интересный 22 ну-ка крестьянчик крестьяну роналду небольшой апдейт и так вот он тот самый кусочек ну что она изначально криво висела да ладно вот я конечно не видно сбоку можно там присмотреться где там провод есть но так не видно сейчас буду сюда под плинтус запихивать здесь можно в середину на середине неудобно будет а я буду под верхнюю часть того универсальный плинтус здесь можно и под низ запихнуть и в середину и уцена подверг я буду уже вести вот здесь вот здесь вот и вот сюда то за жесть происходит 32 сейчас будет по ходу 33 ваще праздник просто офигенный матч просто чума свою происходит вообще красавцы мега супер матч 33 крестьянчик второй гол чувствую скоро будет 43 потому что венгрия походу не собираются это уходить с ничей ох не пришлось пойти дальше надо будет сверху его здесь уложил но нужно этот провод перетащить вниз под эту потому что здесь я вообще не пройду и близ придется чаще все откручивать на хрен не знаю ну все-таки решил эту проблему иду дальше все нормально здесь все закрыто ух практически все сейчас убираю весь инструмент обратно мой завитный ящичек очень доволен что его купил потому что блин как же удобно когда здесь много отделений здесь меня большой инструмент лежит а здесь всякая мелочевка очень классно вот это вот функционально еще сверху то что постоянно требуется сейчас покажу что получилось значит тут у меня сейчас идет провод но потом будущем здесь будет стоять шкаф я его немножко туда еще запущу здесь его не будет видно будет там сверху где-нибудь идти наверх вот розетка сейчас там рабочие там теперь можно потом свет сделать здесь провод полностью убран здесь немножко сбоку он ведь виднеется вот там дальше он идет здесь вот и все розетку немножко видите пришлось вертикально сделать вместо горизонтально потому что выходит сюда руки вот наверное все на сегодня пишите в комментариях если нравится то будешь им что-то подобное буду делать вот наверное все еще раз буду ящиками заниматься так что дайте мне знать нравится пожалуйста буду снимать все ребят устал мы пойдем отдыхать вечером еще один футбол пока